Практически предложили новый формат мирного регулирования, сказали, приезжайте в Минск, вот такие примерные условия будут выдвинуты Украине. С вашей точки зрения, это должны быть исключительно три славянских наших государства, либо вы не исключаете участие и, скажем так, западных хозяев нынешней власти в Украине? Я исключаю всяких западных хозяев, абсолютно, это должно быть решение трёх славянских государств. Конечно, лучше сейчас остановиться. Лучше всего было услышать меня на торжественном собрании, я там же не мог всё это разложить по полочкам, формат не тот, да и не мог просто. Но понятно же сказано было, давайте прекратите всякую войнушку, особенно с нами, с нами-то чего воевать? Мы же для украинцев делали всё, даже во вред себе, это же было на ваших глазах. Нет, они закрыли железную дорогу, небо закрыли. Поэтому лучше всего для Украины это сейчас взять голову в руки и принять такое решение. Оно, конечно, будет соответствовать требованиям России по безопасности. Но вы должны ещё понимать, и наши люди должны понимать, вот всё, что требует Россия, это всё касается нас. Если вдруг Украина станет вот этим очагом натовским и будет нацелена против России, то, как я сказал сегодня ночью Путину, тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить, получится тогда и на Россию. Если надо какую-то ракету будет запустить, прежде всего на Минск её направят, а потом уже там с Харькова или откуда на Москву. Поэтому люди наши должны понимать, что всё, что требует там власть российская по гарантиям, это нас прежде всего касает. И потом представьте себе, что завтра нет России. Потерпела поражение, крах и прочее. Вот в этом океане утонуло. В эту воронку, в водоворот, кого затянет первым? Нас не будет на завтра мгновенно. Мгновенно. Ни балкона, ничего. Завтра начнётся атака со всех сторон на нас. И вся вот эта конструкция, которую мы с ним выстраивали по союзному государству, наша вот эта группировка здесь, белорусская армия, плюс западные части под Москвой, российская, их не будет. Поэтому жизненно важно сегодня, чтобы сохранить Россию. Вот эту мощную, богатую ресурсами страну. Это в наших интересах. И если кто-то думает, вы знаете, это не наше. Ну хорошо, тогда мы должны понимать, что это не наше. Вы не наши братья, Россия не наша. Ну надо понимать, что мы должны работать и жить как в Украине. Вродный газ 1200 за 1000 кубов. Невс, переработка там, рынок. Поэтому всё это надо в кучу сложить и понимать, какую политику мне приходится здесь осуществлять. И по какому лезвию ножа приходится сегодня пройти. Но, тем не менее, никогда руководство России передо мной не ставило вопрос участвовать в каких-то операциях. В том числе и в этой украинской. У нас есть свои задачи, которые, кстати, совместимы с тем конфликтом, который сегодня происходит. И с той операцией, которую Россия проводит на Украине. Нам надо закрыть свою спину там. И чтобы они действительно не вошли в тыл российских группиров. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии. Мы договорились с Путиным, что я подумаю, что какая нам техника нужна военная, современная, для того, чтобы прикрыть эти направления. Мы сегодня с военными посоветовались. И мы видим, что туда желательно было бы поставить Искандеры и где-то поставить дивизион 2С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 Триумф видит это все. И это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники. Ну вот мы сегодня-завтра переговорим с президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Потому что Украина Украины, но он шевелится в Польше и в Литве уже. Развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают. Где дипломатия сработала? Нигде. Только сила. Ну и они нас упрекают, что мы вот тут вот с Россией. Слушайте, а где они были, когда в Ираке война была? Где они были эти, наши соседи? Где они были, когда в Афганистане была война, в Сирии? У них там какие интересы? Нет, они посылали туда свои какие-то батальоны. Поэтому сейчас ситуация такая, что, как я говорю, как птички в стае собираются и на люк. Надо быть вместе с тем, кто... Ну с кем мы можем быть вместе? С поляками? Никогда. Вы видите их позицию. Прибалтийскими республиками, так они сами приткнулись кому-то. Ну кому? С украинцами вы видите, что у нас получилось? Слушайте, целую ночь даем им сигнал. Я говорю, позвони, пускай он выйдет. Пускай мне позвонит. И сядем, подумаем, как это все сделать. Ну выйди на президента России и скажи, да, я готов к демилитаризации. Ну хотя бы это. Я готов подписать этот документ. Я готов там еще к каким-то шагам. И конфликта бы не было. Нет. Видите ли. Я позвонил Путину, мне не ответили. Так ты 10 раз звонил ему. О чем разговор? Он же всегда ставит. Хорошо. Давай встретимся, поговорим. Ну о чем? Минские соглашения не буду выполнять, то не буду делать. Тогда о чем разговор? Поэтому я говорю, перечень вопросов, проекты решения. Завизировали нас специалистами. Как всегда будет. Президенты встретились. Кадилам помахали, освятили, подписали и разошлись. Всем же это понятно. Ну и опять же, этот же вякнул из-за океана. Мы вам поможем. Ну посмотрите, как они помогут. Разрешите, задам такой, наверное, вопрос, который, наверное, волнует сегодня больше всех. Больше всего белорусов в отношении, наверное, того, как Беларусь сегодня принимает признание независимости страны России, ЛНР и ДНР. Какая позиция у нас в отношении ситуации? И нужно ли сегодня со стороны Беларуси признание независимости этих регионов? Есть ли такой запрос из страны России? Мы с Путином говорили, сегодня нам не до этого. Это во-первых. Во-вторых, это не является проблемой. А в-третьих, нам надо четко понимать. Вот делаем шаг, что будет в результате этого шага. Но, тем не менее, это не проблема. Мы занимаемся. Многие вы заметили, заявили, в повестке дня не стоит вопрос. Заметили. А у нас он стоит в повестке дня. И в ближайшее время мы примем это решение. Сделаем так, как это лучше и России, и Беларусь. Полина Канабовна говорит, что сегодня, Александр Викторович, я немножко вернусь к Украине. Зеленский записал видеообращение к российскому народу. Должен сказать, извини, что перебиваю, эмоциональное, сильное заявление, скажем откровенно. Но, во-первых, запоздало. Я хочу Ваше мнение как белорусского лидера знать. Он сказал, что мы победим всех. Вот это вот его заявление, оно основывается на каких-то обещаниях со стороны Запада, потому что складывается ощущение, что все-таки американцам эта война не нужна. Ну, он же перед выборами говорил, мы победим и войну прекратим. Прошло время, и что? Точно и так это чисто эмоциональное заявление, ну, в соответствии со складывающейся ситуацией. Он считает, что, сказав таким образом, он мобилизовал миллионы украинцев. Тут надо сопоставлять свое влияние на народ, и надо как-то учитывать силы, которые у тебя есть, чтобы делать такие заявления. Мы победим всех. Ну, если отлечься и отойти от момента, в котором находится Украина, и все мы находимся, ну, смешно выглядит. Никто не может всех победить. А тем более Украина, которая находится в таком состоянии. Надо думать о том, а что будет, если я завтра проиграю эту войну? Если он понимает, что он ее проиграет, второй армией мира, а может быть и первой, кто ее знает, ну, мощнейшей армией, то лучше сейчас остановиться. Пусть даже на полпути остановиться. И на этом полпути ты получишь больше, чем в итоге проиграл эту войну. Вот скажите, мы ведь нашу новую конституцию изменяем старую и делаем новую конституцию, в том числе и для того, чтобы на Беларуси никогда бандеровцы голову не падали. Никогда. Потому что с этого началось падение нынешней Украины, мне кажется. Совершенно верно. Ведь я провожу параллель. Ну, ты тоже должен помнить это, хоть и совсем молодой был тогда, 25 лет назад, когда у нас разгуливал здесь национализм. А на моих глазах это творилось. Чем занялись Шушкевич и Зенон мой, антипод, поздняк? Они в школы пошли, в образование, начали там все в кромцах. Второе, зачеркнуть, вот эта историческая память, она именно была перечеркнута. Да, ну а мы как думали? Ну, да ну, разве наш народ от этого отойдет? Оказывается, может. Может. И появились люди, которые не то, что забыли, память у них исчезла, а наоборот это делали. Понимая, что было, но наоборот это выкручивали. Поэтому расслабляться нам не стоило. И ни в коем случае сейчас нельзя. Поэтому вот этот национализм тогда в 90-е бушевал. И если бы вот не референдумы тогда, ну а что мне было делать в одиночку? Ситуация была очень тяжелая в те времена. Но если бы мы не остановили этот националистический угар, у нас примерно тоже бы и было. А параллельно шло же и в Украине, и у нас, и либералы в России. Вы это все переживали вместе со мной. Поэтому мы вот, Господь нас помог, и мы остановили этот националистический угар в 90-х. Они пошли этим путем. Вот Путин мне сегодня ночью в разговор и говорит, я помню наш разговор на кухне в Новоогорёво. А мы действительно сидели у него не на кухне, а в столовой, когда первые шаги делали по Еврозет. И говорю, ты не думай, Украина никогда не пойдет на то, что мы сегодня имеем в Еврозет. Вот он мне сегодня ночью. Да, я вспоминаю, когда ты на кухне говорил, что Украина не пойдет. Тогда Куршма был президентом. Вроде наш, советский. А в то же время и сам не дотянул где-то. Ну и главное, что вот это националистическое крыло было настолько мощным, и что он побоялся идти против Рады. Да, там они сидели. Я вам больше скажу. Ельцин отводит меня в сторону однажды. С Украины надо что-то делать. Я говорю, ну за векущим. Стоим втроем. Вот он начинает Рада, Рада и прочее. Я говорю, ну надо власть брать в руки президенту. Ну и начали про конституцию говорить. Саша, если на том, что Ельцин, я говорю, слушай, ну помоги ты ему написать. Я говорю, ладно. И я ему действительно помог. Это было что-то похожее на жесткая конституция, на нашу, казахский, российский вариант. Мы сделали нормально. И по всем, по всем опросам, они как-то там это провентилировали. Эта конституция была поддержана украинцами, но он ее в Раду не понес на утверждение. Вот и все. Все разрушилось. Ну и поэтому надо приходить на референдум, правильно? Потому что Комирак готов. Ну, знаете, если мы сейчас еще начнем там шататься и не пойдем на референдум, это позор еще будет для нас, белорусов. Это позор. Мы наоборот должны прийти. Слушайте, ну не мой это референдум. И не моя это конституция. Мне это, как президенту, нормальная была бы конституция. Вот это первый шаг к переменам или к переменам. Это первый шаг. Мы все это пропишем и дальше потихоньку-потихоньку в течение года-двух отстроим. Это будет совершенно иная политическая, ну, как называют журналисты, мозаиком, политическая карта Беларуси. Совершенно иная. Я хотела бы вернуться к совещанию. Вы сказали о том, что нам все-таки стоит внимательно обратить, внимательно посмотреть на западные границы и разработать план противодействия агрессивному такому расширению НАТО и действиям Польши и Литвы. А можно ли подробнее, что именно там происходит и какой у нас план? Важна не та тысяча, которую американцы к польской и белорусской границе перебросят. Ну, что такое тысяча? Мы с ними разберемся там за два, за три часа. Не в этом важно то, что мы столкнемся с Америкой. Если только мы застрелим хоть одного солдата американского, мы столкнемся с ними. И тогда уже начнется конфликт не с тысячей солдат, а с технологичной военным отношением и мощнейшей державой. Поэтому это опасность. Поэтому вот мы с Путиным договорились при необходимости. Нам сейчас такой мощнейший, сдерживающий фактор бы был техника. Искандеры и С-400. Ну, мы и без них обойдемся. Ну, неплохо было. Тогда бы они вряд ли полезли бы сюда. Мы сегодня на эту тему и разговаривали. Да, люди волнуются. Услышав это все, но я и не скрываю. Я же людям говорю, что делать. Занимайтесь своим делом. Журналисты, журналистикой. Кто-то родил вчера, пусть деток смотрит своих. Кто-то в школу, в детский садик. Пускай этим занимаются. Не надо прыгать, бегать там. Как говорят, там уже рубль обвалился российский, доллар подорожал. Ну, если кто-то хочет обвалить и по дорогой цене купить этот доллар, ну, пусть купит. Завтра же магазин надо идти, надо опять этот доллар поменять. Разные люди есть в обществе. Но оснований для того, чтобы беспокоиться, тем более отменять референдум, сегодня нет. А так люди пусть видят, пусть знают правду. Я скрывать ничего не буду и не собираюсь скрывать. И видят, что мы не спим шапку. Наши все воинские подразделения размещены в местах постоянной дислокации. Неделю назад западные журналисты когда обсуждали Беларусь и Беларусь нападет, не нападет Украину, министр обороны хорошо ответил, я не знаю, кто-то нападает, когда у меня по расписанию лыжи. В теме того, что ситуация такая, у главнокомандующего белорусской армии сегодня и завтра хоккей по расписанию. Обязательно. Сегодня же четверг, да, тренировка, сегодня все по расписанию. А в субботу еще? Ну, в субботу я хочу посмотреть резерв. Провалили Олимпиаду. Вот я хочу посмотреть, кого тренеры покажут. Резерв наш ближайший. Кто Виталий будет по горам ползать? Это ж позорище. Деньги тратим, а результат желаемого нет. Я вижу, что вот вы спокойны. Деньги тратим.